Донорство костного мозга и крови Круглый стол Без экзамена и без медицинского свидетельствования Вступили в силу особые правила для водителей жителей новых регионов России Здравствуйте на телеканале Россия 24 Информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия С вами Мурат Женкёзов Сегодня в Москве состоялась встреча Министра по делам гражданской обороны С чрезвычайным ситуациям и ликвидацией последствий стекийных бедствий Александра Куренкова и главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов власти региона С подразделениями МЧС Действующими на территории республики В периоды сезонных рисков А также в преддверии зимнего туристического сезона Александр Куренков дал высокую оценку профессионализму работы Польского спасательных служб МЧС по республике Рашид Тимрезов поблагодарил министра и его коллег За поддержку Карачаева Черкесии и регионального МЧС В вопросах профилактики и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сегодня Карачаева Черкесия присоединилась к всероссийскому марафону Донорство костного мозга и крови «Давай вступай» Об актуальности проблемы рассказал приехавший в нашу республику Артем Алискеров Который в рамках акции совершает марафонские забеги в каждом регионе участники Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце Более семи десятков регионов уже стали участниками акции, которая призвана напомнить о проблеме с донорством костного мозга Сегодня к марафону «Давай вступай» присоединилась и Карачаева Черкесия Артем Алискеров – гость нашей республики и, можно сказать, лицо всероссийской акции и благотворительного фонда «Вторая жизнь» Ему тема очень близка, а в рамках проекта Артем уже совершил более 50 марафонских забегов Это максимально моя история, потому что в 2019 году мне поставили диагноз острый лимфобластный ликоз Я прошел 31 курс химиотерапии И, ну, мое лечение длилось практически три года, но мне донор не потребовался То есть врачи боролись за мой костный мозг успешно Но со мной лежали в палате два человека – Андрей и Саид Саид из Дагестана, которым нужны были доноры Самое удивительное, что Андрею в России нашлось четыре человека Это фантастические показатели Все отказали, но Саиду по всему миру не нашли После этого при непосредственном участии благотворительного фонда и появилась идея, как лучше всего заявить о проблеме И увеличить число желающих стать донорами костного мозга О количестве участников акции в Карачаево-Черкесии можно судить по заполненным коридорам региональной станции переливания крови Судебные приставы, представители Росгвардии, полиции, образовательных организаций и волонтеры Кого здесь только не было Каждый пришедший прекрасно понимал, насколько важным для чьей-то судьбы является сделанный шаг Быть может, именно теперь у кого-то появилась надежда на полноценную жизнь Полторы тысячи человек нуждаются ежегодно в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток И только 0,1% жителей России вошли в регистр доноров костного мозга И поэтому сегодня, придя сюда и став донором, это означает дать шанс на жизнь этим людям Для чего вообще это все нужно? Очень растет число онкологических заболеваний, гематологических заболеваний И каждый год, каждый год более 20 тысяч человек нуждаются в пересадке дона костного мозга И многие, к сожалению, не доживают до этого момента Для того, чтобы вы поняли цифры, сейчас у нас в регистре, в федеральном регистре, немногим более 200 тысяч людей При этом в аналогичной базе Германии таких 9 миллионов человек, а в Соединенных Штатах 11 миллионов То есть у наших медиков значительно меньше возможностей спасти тех, кому нужна срочная пересадка костного мозга В федеральный регистр могут вступить все желающие, достаточно сдать 2-3 миллилитра крови Акции в поддержку донорства костного мозга проходят во всех регионах России Среди участников известные в различных сферах деятельности люди Мероприятия продлятся до 10 ноября Артур Махца, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия Просветительское озеленение, как символ благодарности и уважения В Черкесске в Центральном парке высадили аллею педагога и наставника, посвященную учителям Подробнее расскажет наш корреспондент Дарья Тендит Профессия учителя считается одной из самых почитаемых в мире Учитель вносит огромный вклад в воспитание подрастающего поколения И аллея – это символ благодарности и знак уважения непростому педагогическому труду На церемонии открытия аллеи педагога и наставника с приветственным словом выступила министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко Мы сегодня с вами высаживаем аллею, посвященную году педагога и наставника В год педагога и наставника мы отдаем дань памяти и уважения нашим прекрасным учителям И эта аллея будет напоминать о каждом из них, о нашем любимом учителе В год педагога и наставника по инициативе главы Карачаева Черкесии при поддержке парламента, министерства, профсоюза образования и науки, мэрии Черкеска Молодые педагоги, наставники, профсоюзные активисты и старшеклассники, а также гости торжественного мероприятия Высадили 19 саженцев яблонь Маковецкого в Центральном парке Черкеска Эта аллея будет служить достойным украшением нашего города Будет радовать не одно поколение наших жителей и гостей Напоминая о той важной роли учителя в судьбе каждого человека От подготовки молодых сотрудников, будущих учителей, зависит и будущее учеников Заслуженные педагоги готовы передавать начинающим преподавателям навыки общения с учениками, а также их родителями Мы очень ждем молодых специалистов у себя в школах И как старшее поколение мы подставим всегда свое плечо Спустя несколько лет саженцы подрастут и весной будут радовать своим цветением, а осенью сочными плодами Эта аллея – повод еще раз вспомнить и поблагодарить наших учителей Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия Более миллиона жителей новых российских регионов обратились в подразделение госавтоинспекции по вопросам предоставления государственных услуг Особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям многих новых регионов Будет действовать до 1 января 2026 года В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления и прохождение медицинского освидетельствования А при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур Все действия осуществляются без уплаты государственной пошлины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк С декабря 2022 года в соответствии с положениями постановления правительства Российской Федерации МВД России реализует мероприятие по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства А также водительских удостоверений гражданам, проживающим на территории новых субъектов Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей На данный момент более 1 миллиона заявителей обратились в подразделения госавтоинспекции Дислоцированные в новых российских регионах по вопросам предоставления государственных услуг Из них порядка 720 тысяч уже подготовили необходимые документы и получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки Особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям новых регионов, определенный постановлением правительства, будет действовать до 1 января 2026 года В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления и прохождение медицинского освидетельствования водителей транспортных средств А при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур Все действия осуществляются без уплаты государственной пошлины На базе Северокавказской государственной академии прошел круглый стол на тему механизма укрепления идентичности и гражданского согласия многонационального народа России Участие в обсуждении важных вопросов сохранения традиционных ценностей приняли представители органов власти в республике, федеральных и региональных общественных и образовательных организаций Выступившие на примере разных регионов рассказали о значимости межнационального взаимодействия и сотрудничества Москва строилась разными народами и в настоящее время численность населения Москвы уже превысила 13 миллионов человек При этом Москва фактически является единственным субъектом в Российской Федерации, который представляет крупнейший национальный состав в России Мы видим отсутствие диалога между людьми и, к сожалению, иногда приводит к тому, что начинают разговаривать между собой и площадками Поэтому не то, чтобы прекращать или снижать этот диалог, мы обязаны совсем по-другому пересматривать их взаимодействие между разными субъектами Представителями разных сфер, науки, культуры, то есть только укреплять, только усиливать Сегодня в Черкесске в Центре развития предпринимательства открылась рыбная лавка Чем порадуют в этот раз рыбаки Камчатки, расскажет Светлана Шаганова Роскошную рыбку привезли рыбаки Камчатки И вот она перед вами Горбуша, кита, чавыча, кижуч, палтус, белорыбица Рыба богата витаминами, ценными жирными кислотами Омега-3 и омега-6 Содержит более 20 необходимых человеческому организму микроэлементов Таких как цинк, селен, магний, фосфор Порадует вас и селедочка, наивкуснейшая Ароматная скумбрия В ассортименте и консервы самые настоящие Шпроты, печень трески, нерка и многие другие Ну и конечно среди всего этого вкусного многообразия Красная королева Икра Наша царская рыбка это чавыча, которая имеет много омега-6, аминокислоты Полезная для женщин, чтобы красивые были Чтобы складки разглаживались на лице Волосы красивые были Белорыбица, как обычно Палтус у нас, палтус жирная рыбка Но она считается диетическая рыбка Потому что если у кого проблемы с кишечником Ее прекрасно можно кушать Она абсолютно не повредит Всегда в Черкесск привозим наисвежайшую рыбу Всегда свеженькую, красивую, жирную и полезную для здоровья Поспешите в рыбную лавку Дары Камчатки И поднимите себе осеннее настроение Адрес прежний Горького, 8, Центр предпринимательства Мы работаем до 29 октября включительно С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия Наш выпуск завершен Далее смотрите интервью Народного артиста Карачаева-Черкесии Хусея Хубиева С ним встретилась Белла Джазаева Субтитры создавал DimaTorzok